В СССР говорили, есть хорошее кино, есть плохое кино, есть индийское кино. Но в 21 веке мы сталкиваемся и с азербайджанскими фальшивыми блокбастерами. Если вы хотите знать, как снимаются азербайджанские блокбастеры в отношении истории культуры Армении, всего армянского народа, подписывайтесь на Антитопор в Ютьюбе, ВКонтакте и на других наших ресурсах. Это была реклама. Ничего личного. Благодарю за лайки, донаты и репосты. А теперь начнем. Не секрет, что каждый народ, особенно когда он молод, хочет иметь в своей истории впечатляющее прошлое. Это касается не только очень молодых народностей, коих породила советская власть и другие мировые империи, но и народов, которые сами являются порой империями, богаты историей, но от более глубинной тоже бы не отказались. Ну, например, кто из вас не слышал такую версию, что этруски – это и есть русские? Это было любимым занятием Задорного и дилетантов, коих хлебом не корми, а дай поискать хоть какие-то аудиальные совпадения. Оттого этруски, жившие до первого века до нашей эры на Апенинском полуострове, ныне Италия, дилетантами названы это русские. Словно этруски постоянно кому-то доказывали, что они русские. Это из разряда того, что гражданин Непала бы произведен на свет не пальцем и не палкой, а естественным оплодотворением. Или взять тех же аварцев, которые не имеют отношения к тюркам-аварам, но по лингвистическому совпадению могли бы и их дилетанты причислить к тюркам. Или албаны – группа кавказоязычных народностей, не имеющих отношения к индоевропейскому балканскому народу албанцам. К счастью, и аварцы, и лесгины хорошо понимают и не доходят до маразма, не причисляют к своему прошлому ни походы авар против франков, ни шкептар к албанам. Вот Пакистан – молодое государство. Возможно, и они бы себе впечатляющее прошлое придумали, если бы до них были некие древние паки. Но, увы, паками именуются род крыс, а с ними породниться уж точно не хотелось бы пакистанцам. Тем не менее, дальше пошли современные азербайджанцы. Тюркоязычный народ с внешностью перса, но стремящийся к пан-тюркизму и называющий всех тюрок родными братьями. Нет-нет спотыкается и ищет себя. Говорят, на тюркском названы так, как их назвали, иранским термином азербайджанцы. Из-за претензий на Арцах, он же Карабах, не брезгуют называть себя и потомками албан, чем раздражают лесгин, а с недавних пор, чтобы еще более впечатляюще выглядеть в истории Закавказского региона, стали называть себя потомками бунтурков. Примечательно, что вся мировая наука не слышала о них. О бунтурках говорили пару раз только грузинские летописи. Это в Моквецай Картлисай написано в X веке и в Картлисцховриба Леонтием Равелли XI век. Все. Больше ничего о бунтурках не известно. Говорится лишь, что упоминаются о свирепых племенах бунтурков, живших по течению реки Куры в четырех городах с предместьями. Это оказалось достаточно, чтобы бунтурков причислить к туркам и назвать их своими предками, то есть предками азербайджанцев. Ссылаются даже, как в случае с этрусками, на термин бунтурк, забывая о том, что, по словам самих же азербайджанцев, армян тогда не было. Но почему-то именно берется за основу армянская бун – местный и турк. То бишь местный турок. Получается, что армяне и грузины знали уже в X веке, что где-то рядом с Монголией живут турки, а тут наши местные турки. Хоть и свирепые. Чушь несусветная. Но я рад, что азербайджанцы читают грузинские летописи, игнорируя армянские. Хоть они и старше. Только одно понять не могу. Как получилось, что азербайджанцы доходят до середины грузинских летописей, где-то в одном месте прочли термин бунтурки, а армян, о которых много раз написано в тех же летописях, азербайджанцы даже не приметили. Между тем, тот же Мравели в картли с Ховриба перечисляет народы, живущие бок о бок, в том числе картли и гайос, самоназвание грузин и армян. Называют вкупе с леками и другими народами братьями от одного праотца. Причем о гайосах армянах говорится первый среди равных родоначальников кавказских народов. Но азербайджанцы это не приметили и с себя не увидели среди перечисленных Мравели народов. Также не приметили, что грузинская летопись как раз и начинается с армян. Вот жизнь грузинских царей Леонтия Мравели. Часть первая. Повесть о восьми братьях. Армяне упоминаются впереди всех перечисленных и даже самих картвелл, то бишь грузин. Читаем. Сперва упоминаем о том, что у армян, картвелов, ранов, маваканцев, эров, леков, мегрелов и кавказьянов у всех этих сородичей был один отец по имени Тарганус. Или азербайджанцы с ужасом закрыли первую страницу и ушли в середину книги искать бунтурков. Ну что ж, бунтурки так бунтурки. Видимо, в Азербайджане голову сносят от прочтения любых толстых книг. Это все же не книга о Джертане и его разбитом кувшине. А историческая летопись? Тогда приду я к вам на помощь. Вадим Мяалим. Я вам расскажу, кто такие бунтурки и на что вы не обратили внимание при прочтении. Итак, если быть внимательным и не играть с терминологией, то вы узнаете, что бунтурки – это не только свирепые падальщики, но и вовсе не тюрки, а иудейское племя. Читаем в главе 1 в том же Мокцевай-Картлисай «Обращение к Грузии». Когда царь Александр Македонский обратил в бегство потомков лота и оттеснил их в полуночную страну, тогда впервые он увидел свирепые племена бунтурков, живших по течению Куры в четырех городах с их предместями. Это были города Саркине, Каспи, Урбениси, Отзрахи. Удивился Александр и узнал, что были они потомками ивусеев. Если все живое и не было у них могил, мертвых пожирали. Будучи не в силах бороться с ними, царь удалился. Что ж, теперь заглянем, кто такие ивусеи, которые, как поведал Александр Македонский, были онными. Читаем. Ивусеи – доеврейское население иудеи, которые в конце третьего тысячелетия до нашей эры основали город Иерусалим, прежде известный как Салим и Иевус, и первоначально населяли его. Таким образом, как вы уже поняли, бунтурки – потомки иудаизированного племени ивусеев, не имеют никакого отношения ни к тюркам, ни к тюркоязычному массиву. Они связаны происхождением с евреями, вместе с которыми упоминаются в приведенном выше сообщениях Моквецай, Картлисай и Картлисцховриба. А в этих сообщениях речь идет о появлении первых еврейских поселениях Грузии. Так что снова промашка вышла. Надеюсь, сегодняшняя тема пошла на пользу азербайджанским горе-академикам и копателям азербайджанской истории в недрах земли. В своих недрах вы можете найти историю, но не своего пришлого народа, а других народов. А еще в своих недрах вы можете найти нефть, на деньги которых вы и ваши горе-академики занимаются сказками. Но академическую историю не обмануть, ибо и у армян, и у грузин, и у персов, и у греков, и у тех же иудеев имеются древние рукописи, писанные тогда, когда ваших праотцев, если и встречали, то близ Монголии. Спасибо за внимание, и если вам понравилось мое исследование, лежавшее на поверхности, то с вас лайки, репосты, и за донаты тоже спасибо. Всем, кто дружит с ними. До следующего эфира. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова